МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Очередной выпуск новостей на государственном телеканале Западная Армения. Здравствуйте! Сегодня в эфире приглашение по случаю 104-й годовщины подписания Северского мирного пакта. Неправильные шаги. Раймонд Брубен Берберян. Пожар в селе Шар-Гэшлу Западной Армении охватил сотни гектаров земли. Баку разрушил сироп Мохренес Гадруцкого района Арцаха. Образцы периода Ванского царства Западной Армении выставлены в Музее археологии и этнографии Карса. Ожидая, что между Бакуой и Арцахом состоятся прямые переговоры по вопросу безопасного и достойного возвращения армян на родную территорию Тойву-Клар, Западной Армении и Олимпийские игры. Правительство Западной Армении приглашает на предстоящую встречу в ЗУМ. Тема 104-я годовщина подписания Северского мирного пакта. Встреча состоится 10 августа в 10.00 по Парижу, в 12.00 по Еревану. Присоединяйтесь к встрече ЗУМ по указанной ссылке. Встреча пройдет на армянском и французском языках. Сегодня азербайджанцы, сотрудничая с Турцией, НАТО и Змейным раем, захватили Арцах, который является частью Армянской республики. Диктатор Баку Алиев заявляет миру, что республика Восточной Армении является западной частью Азербайджана, исторически принадлежит ему, готовясь вернуть своим гражданам их исторические земли. Парадоксально, что есть гарантия восстановления западной Армении согласно международным соглашениям, подписанным в 1920 году в Севере. Сегодня западная Армения защищена людьми, способными изменить историю и восстановить оставшиеся древо жизни. И все же большинство нашего сообщества боится сделать первый шаг, чтобы распустить запутанную нить и поддержать тех, кто представляет наше тело в ООН. Позвольте моим братьям и сестрам объяснить, что я чувствую как гражданин западной Армении, имеющий удостоверение личности и зная, что меня поддерживают преданные своей родине люди. С моим удостоверением личности я восстановил часть истории своей семьи. Я потомок тех земель, которые орошены кровью моих дедов и бабушек. И отнять это чувство у меня никто не сможет. Я обратился к нескольким послам Восточной Армении с просьбой предоставить документ, который связывает меня с моими корнями. Однако мне напомнили о паспорте их региона и было бесполезно объяснять, что моя материнская и отцовская семья были из Тигранакерта. Предложенный паспорт, хотя и был почетный, но не указывал на мою идентичность. То есть, будучи внуком западного армянина, я не принадлежал Армении. Я осознаю, что для многих моих братьев армянский язык все еще загадка и поразует их разум. Это усложняет их положение больше, чем чувство зависимого от альманаха. Они гордятся тем, что представляют то, что, по их мнению, являются их политические партии и религиозные группы. Они игнорируют, что гордость – это заразная болезнь и это ложь. В селе Шаргашлу в Западной Армении из-за сильного ветра вспыхнул пожар. Из-за ветра и сухой травы огонь быстро распространился и охватил сотни гектаров земли, что создало трудности для ответственных за чрезвычайные ситуации и пожарных, которые отреагировали на происшествия. Чтобы превратить дальнейшее распространение огня, жители вспахали землю трактором. Далее к ним присоединились лесники. Причина пожара не установлена. Работы по предотвращению распространения пожара продолжаются. Согласно спутниковым снимкам, азербайджанская сторона разрушила с октября 2020 года находящееся под контролем Азербайджана село Мохренес в районе Гатрут Арцаха. Разрушены дома, школа, детский сад и другие объекты. Еще в 2022 году Азербайджан разрушил церковь Сурб Саркиса. Село Мохренес и его окрестности богаты памятниками. На территории села зарегистрировано более 20 памятников. Поблизости находится известный монастырь Охты-Дерны. В результате разрушительных действий, расположенные в окрестностях села памятники, оказались под угрозой. В музее археологии и этнографии Карса экспонируются бронзовые, медные и серебряные предметы периода Урарту Ванского царства. После завершения восстановительных работ предметы были открыты для посетителей в специальной экспозиционной зоне музея. Считается, что эти находки, относящиеся к ременам армянского царя Аргильшты II, являются продолжением находок Банского царства, возвращенных из Венгрии в 2021 году. Заместитель директора музея Карса Хаким Аслан сообщил констререспонденту о следующее. Экспонаты включают кухонные принадлежности, боевые орудия и детали машин. Помимо религиозных элементов, на частях машины изображены сцены войны, на инструментах изображения крылатых людей и богов, сцены сражений и крылатые фигуры. Эти приметы являются армянскими. Специальный представитель ЕС по Южному Кавказу и кризису в Грузии Тойва Клаур в интервью «Жам Ньюс» поделился своим мнением, основанным на десятилетнем опыте работы в регионе. Надеюсь, что страница вражды и насилия, наконец, может быть закрыта на благо всего населения региона, в том числе армян Карабаха. Европейский союз имеет ясную позицию по этому вопросу. Я также ожидаю, что армяне Нагорного Карабаха будут частью процесса нормализации отношений, между ними начнутся прямые переговоры о безопасном и достойном возвращении в их родной регион. Азербайджан имеет обязательства в этом отношении. Параметры и условия такого будущего должны быть найдены и согласованы через инклюзивный диалог, основанный на взаимном уважении. «На мой взгляд, урегулирование означает отсутствие открытых ран, и поэтому этот вопрос должен быть частью более широкого процесса мира», отметил Тойву Клаур в интервью. Согласно армянской летописи, первым армянином, участвовавшим в Олимпийских играх, был царь Тердат I из династии Аршакуни. Его предки и государство охватывали также части Западной Армении. Тердат отличался своей физической подготовкой и спортивными достижениями, став первым армянским олимпийским спортсменом. Благодаря армянскому историку Мовсеса Хоринации, первым армянином, ставшим чемпионом Олимпийских игр, был Тердат III Аршакуни. Он победил на Олимпийских играх 281 года, став неотъемлемой частью истории Армении. В 303 году на Олимпийских играх в Реции армянский царь династии Аршакуни Вороздат показал блестящие результаты, одержав победу в состязаниях по борьбе. Его победа увековечена на мраморной плите, как последний победитель Олимпийских игр, что является большой гордостью для всех армян. Современные Олимпийские игры впервые были представлены армянами в 1912 году в Стокгольме, когда спортсмены Макартыч Макарчан и Баграм Папазян представляли Западную Армению. В начале 20 века в Константинополе и Смирне были основаны первые армянские футбольные клубы. В последующие годы процесс продолжался, и до Первой мировой войны в Константинополе существовало около 40 армянских спортивных клубов. Также рассматривалась идея создания армянской лиги, однако одна не была реализована из-за Первой мировой войны и геноцида в отношении армян, в результате которого погибло множество армянских спортсменов, а многие клубы закрылись. Такими были новости на сегодня. Мира вам и добра!